Какие проблемы с эгоизмом? У нас существует то определение, которое мы взяли в качестве подобной гипотезы того, что такое добро. Добро – это есть стремление принести пользу другому. Но если вдуматься, можно это определение переформулировать тем способом, что добро – это вообще стремление или желание принести пользу. И можно попытаться понимать взаимодействие человека с самим собой как тоже своего рода взаимодействие, при котором сам человек приносит себе пользу. То есть можно говорить о том, что и самому себе вроде как человек может совершать добрые поступки в отношении себя и злые. То есть если он стремится принести себе пользу, то называть это добром. А если человек стремится принести себе вред, ну или, так скажем, осуществлять какие-то поступки, да, и тем самым приносит себе вред, то говорит о том, что он совершает в отношении себя зло. И получается, если мы можем говорить о том, что в рамках одного человека, ну, допустим, изолированного от всего общества, живущего на небитаемом острове, присутствует отношение добра и зла, да, то есть присутствует, собственно, определение добра и зла, то можно говорить о том, что есть некого рода этика. Этика человека по отношению к самому себе. Эдакая этика ответственности. Что интересно, на самом деле, что такая этика в современной философии хорошо разработана. Вот, например, система Хайдегера подразумевает, что вот человек, встроенный мир, взаимодействует с этим миром через заботу, причем это забота, через заботу о себе, да, и причем эта забота о себе является онтологической в том смысле, что она имеет опосредование через, ну, через сущие миры, да, то есть весь мир представляет собой своего рода некие подручные средства, да, некие вроде подручные сущие, через которые человек взаимодействует со всем миром, и каждый подручный сущий так или иначе возвращает человек к самому себе в том смысле, что всякое такое подручные сущие указывает на некую возможность или способность человека, да, на некое человеческое как, да, вот как действование. И вот в таком понимании онтологии, да, вот этика, как бы, является столь же онтологической, что человек может вот в этой заботе о себе быть в неком подлинном, в подлинном мире, да, жить в подлинном мире, а может, как бы, вот впасть в некое забвение, да, о своей подлинности, в некого рода, впасть в некоторого рода, ну, то, что называется неподлинность или несобственность, хотя у Хадигера это собственность и несобственность, подлинность и неподлинность различаются, но в нашем сейчас вот разговоре это несущественно, да, такие уточнения. Важно, что возникает вот этическое измерение некое, да, которое говорит о том, что вот человек, заботясь о себе, как-то взаимодействует с миром, взаимодействует с самим собой, и в этом взаимодействии вот возникает некая вроде ответственность за самого себя. То есть это, например, если переходить на обычный разговор, ответственность за то, кем я стану, какие поступки совершу, где я буду жить, там, с кем я буду общаться. Ну, то есть, поскольку человек – это некоторого рода свобода, свобода быть кем-то, да, свобода как-то осуществиться, ну, то есть, как говорит Сартер, проект «Обращенный в будущее», то он может эту свободу каким-то образом реализовывать и воплощать в своем взаимодействии с этим миром, взаимодействует с другими людьми и в целом как бы себя как-то реализовывать, самого себя как-то растить или там самого себя как-то созидать. То есть, как вот у Сартера получается, Сартер немножко более просто понимал экзистенциализм Хадиги, но он выражался зато более понятными, там, терминами. Он говорил о том, что человек – это такое сущее, бытие которого предшествует его сущности. То есть, человек приобретает свою сущность не сразу, да, в момент своего возникновения, а постепенно он как бы… Человек есть нечто, что становится человеком, да, то есть, что приобретает свою сущность в процессе своей жизни, в процессе осуществления неких своих выборов, в процессе реализации своей свободы. И поскольку мы здесь имеем дело со свободой, то вроде кажется, что действительно вот такая этика ответственности, она возможна. И вот я вот предлагаю просто вот этот вопрос в тот же раз обсудить, потому что во всем нашем построении этика возможна только при взаимодействии двух людей. И я всегда как бы отсылал к примеру о том, что человек на необитаемом острове, он не имеет никакой этики, да, он подчинен, он как бы находится в произволе, его свобода никак не ограничена. Это вот некоторая предпосылка была, которую мы не обсуждали. И вот если сейчас теперь перейти к обсуждению вот такой этики, да, в кавычках, ответственности, потому что я попытаюсь показать, что такая этика невозможна, да, и что это на самом деле не этика, то прежде всего следует заметить, что вот наша свобода, она проявляется не только в отношении, как бы, человека к человеку или человека к самому себе. Даже отношение человека, например, к механизму, да, в отношении техники, там, в отношении природы, в отношении камней, и даже в этом отношении человек проявляет свою свободу. Он может реализовать определенного рода свои замыслы в отношении просто неодушевленных предметов. То есть, иначе говоря, человеческая свобода, она может быть применима ко всему, чему угодно. То есть, человек свободен безотносительно ограничения рамок рассмотрения этой свободы. Он свободен в технике, он свободен в своем поведении, то есть, он свободен в своем, как бы, бытии просто, да, в своем быте, если так можно выразиться. То есть, он свободен ежесекундно, да, и поэтому нельзя считать, что любое определение свободы обязательно нам указывает на этику. Мы говорили о том, что этика связана со свободой, но сама свобода, она нечто более фундаментальное, чем этика. Этика имеет свои предпосылки к свободу, потому что этика как раз и объясняет, таким образом проявляется свобода взаимодействия двух людей. Как при взаимодействии двух свобод, то есть, двух людей, возникает некоторого рода отношения этих людей. Но сама по себе свобода – это не обязательно этическое измерение, да, то есть, свобода – это нечто онтологическое, что присуще нам в силу нашего изначального бытия, да, в силу изначальной человеческой сущности. Мы говорили о том, что человек по сущности представляет собой некоторую роду возможность, да, вот как экзистенциализм устраивает понимание того, что такое человек, да, что человек может в смысле содержательности выбрать любую сущность, ну, любую в смысле того, кем стать, да. Понятное дело, что человек не может выбрать совершенно абсолютно произвольную сущность, но в некотором отношении вот есть некоторый выбор, кем стать, да, это выбор, как себя осуществить, как реализоваться в рамках некоторых возможностей, которые вот предоставлены человеку как таковым. И поэтому, если мы говорим о том, что не всякая свобода обязательно понимается в этическом измерении, то это означает, что нельзя вот эту вот нашу свободу, нашу, которую мы проявляем в своем отношении к миру, обязательно связывать с некой этикой, с некой ответственностью. С другой стороны, с другой стороны, даже в взаимодействии с неодушевленными предметами, если это взаимодействие имеет своими последствиями некоторое отношение к другим людям, ну, допустим, я испортил какую-нибудь вещь, а эта вещь принадлежала другому человеку, то получается, что через эту вещь я вступил в отношения с этим человеком. То есть, даже в взаимодействии с неодушевленными предметами, в принципе, мы можем вступить в отношения этики. Можем. Если, допустим, этот неодушевленный предмет имеет отношение к какому-то другому человеку, то как бы опосредуя этот предмет неодушевленным, мы вступаем в этическое отношение с хозяином или собственником этой вещи. Но, тем не менее, изначально само мое взаимодействие с этой неодушевленной вещью, если брать эту неодушевленную вещь, в смысле, произвольную вещь, допустим, никому не принадлежащую эту вещь. Мое отношение к нему свободно, но, тем не менее, не имеет этическую составляющую. Это первое замечание. Второе замечание, оно связано с тем, могу ли я совершить в отношении себя зло. Что у нас такое зло в нашем определении? Зло это у нас такое стремление принести себе вред. Здесь вроде приходит на ум такой крайний пример, но просто он в своем роде замечательный, для того, чтобы на нем проверить это определение, можем ли мы принести себе вред, то есть, можем ли мы стремиться принести себе вред, то есть, совершить в отношении себя зло. Это пример самоубийства. Казалось бы, вот самоубийство, ну, в отличие от других способов вреда самому себе, да, казалось бы, если мы стремимся сами себя убить и осуществляем это, свой замысел, то этот замысел является злом, да, потому что при самоубийстве, как бы, исчезает, собственно, и тот человек, который намеревался принести себе вред. И, казалось бы, как бы, в самоубийстве мы видим вот это вот изначальное зло. Ну, по крайней мере, видим в качестве примера, ведь нам достаточно привести один пример зла, да, для того, чтобы обосновать того, что мы можем в отношении себя совершать зло. Но тут вот есть некоторые вот оговорки, да, и уточнения, которые вот можно начать вот издалека, например, понимая того, что такое ненависть. Вот часто приходится слышать, допустим, как молодые люди говорят о том, что они ненавидят себя. Ну, чем-то они с собой недовольны, и вот они высказывают, что вот я типа ненавижу себя. Но если вдуматься на самом деле, что такое это вот ненависть к самому себе, то здесь вот есть различие между тем, кто ненавидит себя, да, и между тем, что ненавидится. Мы так устроены, да, вот в этом разделении, что даже когда мы утверждаем, что мы себя ненавидим, мы, по крайней мере, уважаем того, кто ненавидит. Да, и мы удерживаемся вот в этой ненависти, хотя и это ненависть в отношении самого себя, но удерживаемся в некотором роде в позитиве, да, в того, что все-таки эта ненависть есть. То есть вот это получается такое какое-то амбивалентное чувство, да, с одной стороны мы себя ненавидим, и само содержание нашего чувства, оно высказывает некоторого рода негатив, да, то есть вот ненависть, а с другой стороны, в силу того, что мы же и являемся тем, кто ненавидит, мы высказываем как бы позитив, да, то есть мы в этой ненависти выступаем как нечто позитивное. Если вдуматься, вот этот пример ненависти и все другие примеры, да, когда мы что-то намереваемся в отношении самого себя, мы всегда на стороне намерения, да, остаемся в позитиве, всегда. Так уж устроено намерение. Даже когда мы стремимся себя уничтожить, то вот это вот уничтожение себя, оно со стороны вот этого нашего намерения является позитивным. То есть оно как бы, оно все равно, оно все равно остается, оно все равно стремится как бы принести пользу. То есть даже когда мы в самоубийстве, ну, допустим, кто-то решил себя убить, и даже когда в самоубийстве он хочет себя уничтожить, то он все равно считает, что это уничтожение себя приносит ему какую-то пользу. Допустим, человек в унынии, там, или человек, там, в печали, или, там, в отчаянии, да, и он хочет как бы, чтобы это отчаяние, уныние, печаль прекратились. То есть он хочет все равно принести себе пользу. Ну, просто вот такими радикальными методами, как уничтожение самого себя, или, там, у него, там, тоска какая-то. Ну, что бы я такого не говорил, со стороны того, кто высказывает это намерение, всегда будет некого рода позитив, всегда будет некоторого рода понимание некого пользы. И поэтому, на самом деле, человек в отношении себя совершить зло не может. То есть, конечно, по факту, со стороны, когда человек сам себя убивает, мы как будто бы думаем, что совершило зло. Но, мы уже много раз говорили, что добро и зло – это оценка воли. Но воля была позитивной, да, человек хотел избавиться, хотел принести себе пользу, да, он хотел избавиться от отчаяния, или, там, хотел избавиться от некоторого рода боли, которую приносила ему мир, там. То есть, как бы мы, какое бы действие человек ни совершает, со стороны намерения своего, он будет находиться в этом позитиве, и поэтому он всегда будет стремиться принести себе пользу. Просто эта польза, она будет странной. С точки зрения конечного результата, она, с внешней точки зрения, может показаться, там, величайшим злом. А жертва? Как самоубийство? Ну, это жертва, как самоубийство – это, опять же, польза. Человек хочет принести пользу другому, жертвуя собой. То есть, если жертва именно от такого свойства, что он жертвует ради другого. То есть, иначе говоря, я хочу выразить ту мысль, на самом деле, не мысль не мою, а мысль классическую. Можно почитать вот произведение Платона, где Сократ постоянно об этом говорит, что классическая мысль состоит в следующем, что человек не может желать принести себе вред. То есть, он не может это по определению, как бы, почему? Потому что, если он стремится принести себе вред, то он просто попадает в противоречие, да, между тем, что его стремление принести себе вред и что это стремление, то есть, вред – это, как бы, негативная сторона, и что это стремление есть позитивное определение его воли. То есть, позитивное определение воли состоит его в том, чтобы эту волю ввести в некое негативное определение, да, то есть, вот возникает противоречие между позитивной волей, как бы, и негативным, негативной устремленностью этой воли. То есть, мы же всегда говорим об этике, да, и мы всегда говорим об осознанных намерениях. То есть, человек, хаотически двигаясь, может принести себе вред, хаотически, но не может этот вред принести себе сознательно. Потому что даже, ещё раз объясняю, даже если человек специально, чтобы противоречить здесь моему высказыванию... Не знаю, намеренно ты решишь. Нет, ну смотри, вот даже если человек, услышав мою речь, да, решит, чтобы только противоречить моей речи, совершить в отношении себя вред. Да, даже если захочет. То всё равно, поскольку он будет намереваться против моего высказания, ну, просто против этого моего тезиса, высказать действием некоторого рода своё, противоположное мнение, да, то он всё равно выскажет его в позитиве. То есть, допустим, он говорит, что вот я сейчас совершаю действие, и это действие имеет только единственную цель – принести вред своему организму. Но это ведь будет не так, потому что он будет попытаться отрицать моё мнение. Ничего. Ну, иначе говоря, здесь вот, может быть, моя речь выглядит несколько сумбурной, да. Здесь присутствует просто изначальная, вот я пытаюсь сейчас объяснить, почему. Ну, подожди, а вот когда вот эти самые голодающие бастуют, там, голодовки объявляют, мне же вред себе приносит? Нет, ну он же… у него цель-то состоит в том, чтобы… Ой. Нет, у него цель состоит в том, чтобы добиться какого-то результата, который он считает правильным. И он, добиваясь этого результата, жертвует собой. Так же и здесь, да, когда он будет тебя противоречить? Да, он будет… правильно, и правильно. Когда он будет пытаться мне противоречить, он точно так же захочет добиться некого результата, что является позитивным, да. То есть, он хочет доказать, что он прав. То есть, это некого рода польза для него. Ну, он будет пытаться мне противоречить, нечто совершать, да, но, тем не менее, как бы, все равно в своей воле, потому что воля позитивна. Любая воля позитивна, не бывает негативной воли. Любая воля позитивна. Даже воля отрицающая, вот как вот, допустим, в ненависти там, или как в этом, в чем-то там, не знаю, там. Бывает же воля отрицающая. И даже отрицающая воля, в своей воле позитивна. То есть воля, которая уничтожает что-то другое, она в своем уничтожении, она позитивна, потому что она воля Она позитивна в смысле воли Она негативна в смысле своих действий, но позитивна в смысле воли Также в самоубийстве воля позитивна в смысле решения себя уничтожить, хотя и негативна в смысле последствий своей воли То есть негативна в смысле того, что она уничтожает себя, но позитивна, потому что она воля И некое решение, и некое намерение осуществить это решение Вот в чём проблема. И поэтому, на самом деле, в силу позитивности воли, тут надо было бы вот так вот, может быть, высказаться, это более, может быть, понятно, да, что воля всегда позитивна. То есть она позитивна в смысле своей формы, в смысле своего бытия. Она не может быть негативна в своём содержании, то есть содержание воли может быть негативным, что-то уничтожить, там, себя уничтожить. Воля позитивна, что это значит? Ну это значит, что она бытие. Воля — это некое бытие, это то, что есть. Бытие всегда позитивно. То, что есть, не может быть негативным. Вот стол есть. Понимаешь, он есть. Он не является чем-то отрицательным. Он просто есть. И по своей силе того, что он просто есть... А негативно стоит? А негативно? А негативно нету? Содержание воли может быть негативным в том смысле, что воля может стремиться этот стол уничтожить. Уничтожить негативно, значит, отрицательно. Она может отрицать этот стол, например, или говорить, что этого стола не существует. То есть воля может говорить, что стола не существует, а она негативна. То есть она отрицает нечто, отрицает или действием, или, скажем, мыслей просто, некое отрицательное высказывание, или словом отрицает. Но в силу того, что она является волей, она позитивна. Ну это как вот… Как же психически больные люди, они же могут, если все время? Ну у них намерение сознательное? Да. Ну это и означает, что если намерение сознательное, то это намерение, сознательное намерение воли является позитивной, а вред они себе наносят, потому что их позитивная воля в своем содержании негативна. Да ты себе можешь вред нанести. Возьми себе палец, отруби. Ну. Ну, так вот в намерении твоей отрубить палец будет позитивным, а палец ты отрубишь, это как бы его последствия будут негативные, он отрубил себе палец. Я хитрый придумал. Да я не хитрый придумал, я просто хотел сказать, что воля это некое бытие. Воля – это… Вот смотри, высказывание имеет две составляющие. Составляющую формы и составляющую содержания. Нет, то, что ты хотел сказать, я понял. Просто как-то чего-то… Я хотел сказать, что любая воля, в силу того, что она есть некоторое бытие, является позитивной. Любая воля, какое бы содержание эта воля ни имела… Да, всё, что есть, оно позитивно. Конечно. Всё, что есть, то, что представляет собой бытие, всегда позитивно, да. Всё есть добро. Нет, в смысле не добра, а в смысле того, что оно есть. Нет, в этом смысле всё добро. Смотри, всё, что есть. Ну, понимаешь, мы сейчас путаем два определения добра. Добра как… Некоторое намерение воли и добра как сущие. Просто не надо путать это, это надо всё-таки разводить. Сущее добро и добро в смысле на небе. Я просто на этом примере пытаюсь понять, что воля у тебя позитивна, потому что она как бы часть бытия, да? Нет, потому что она есть. Негативной волей вообще быть не может. Негативная воля может быть своём, оно негативное только в своём… Последствии. Нет, оно негативное в своём содержании. То есть воля может стремиться что-то уничтожить. В этом смысле негативно. Она не негативна в смысле самой воли. Сама воля по себе позитивна. Хотя и в содержании своём негативно. Ну, сколько уже можно одно и то же говорить? Ну, давайте как бы это… Это на самом деле даже не только моё мнение, это как бы мнение вообще всей классической философии. Я сначала думал на самом деле, что в самоубийстве всё-таки, поскольку всё-таки эта воля уничтожается же в итоге, да? Вот моя воля уничтожит самого себя. То есть я свою волю осуществив, уничтожаю и саму волю, да, вместе с самим собой. То есть моя воля тоже уничтожается. Но тем не менее, реально ведь что происходит? Реально ведь происходит осуществление воли. Потому что моя цель была себя уничтожить. Я осуществил эту цель, и получается, что уничтожив себя и уничтожив свою волю, как вот некоторые принадлежат мне, я всё-таки осуществил эту волю. Ну, хорошо. А вот такую настройку мы сделали. Получается, что я сделал её позитивной. Послушай, ну твоя конструкция такой настройки. Какая же тогда воля у нас будет добрая, а какая злая? У тебя-то получается, что любая воля будет добрая? Это потому что ты спутал два определения. Никакой любая воля не добрая является. Она, либо всегда, является позитивной. А злой волей быть не может? Нет. Я хотел сказать, что... Да, злой волей быть не может. В отношении самого себя. А не вообще. Злой волей может быть в отношении к другому. А в отношении самого себя воля не может быть злой. Потому что, что бы я ни делал, поскольку я осуществляю своё намерение в отношении себя, то моё намерение не может никогда быть злом для меня. Потому что даже намеревая совершить в отношении себя вред, поскольку это моё намерение, то осуществляя своё намерение, я как бы в осуществлении получаю пользу, потому что я намерение своё взял и осуществил. Хотя и в последствиях получаю вред. То есть, вред – это просто будет способ, каким я осуществлю свое намерение. Но осуществляя свое намерение – это и есть польза, которую я извлеку из этого осуществления. Ну, еще раз, давайте это по-другому сделаем. Вот, допустим, аскет. Он считает, что если он будет свое тело истощать, то он достигнет каких-то вершин. Он садится, там, день в пещере, скажем, да, не ест, там, ну, мало ест, мало пьет. Медитирует, ни с кем не общается. Истощает свое здоровье, тратит его просто. Понимаешь, ради чего, казалось бы? Ради намерения достичь какой-то своей цели. Чем такой тебе аскет, не пример того, что, как бы осуществляя, вот, с некой внешней стороны, какой-то светский человек посмотрит, скажет, ну, как так можно себе, вот, при здоровом сознании, да, как бы, в здравом уме, как вот можно себе вот так вот причинять вред? Это светский человек может так сказать, потому что он извне смотрит. А сам для себя аскет считает, что он приносит себе величайшую пользу. Почему? Потому что он свою цель осуществляет. Потому что для человека осуществление его цели есть польза. Мы ставим цель свободно и ее осуществляем, это и есть польза, которую мы извлекаем из того, что эту цель осуществляем. Здесь не надо будет понимать пользу и внешним образом. Вот этот аскет, который сидит и умерщвляет свое тело, и, казалось бы, с точки зрения какого-нибудь светского человека, совершенно сумасшедший. Ну, хорошо. Тем не менее, осуществляет величайшую пользу для себя. Вот, ответ на такой вопрос. Когда вот людей, которые пытались совершить самоубийство, но у них там не вышло по разным причинам, после этого общество отправляют в сумасшедший дом непринутно лечь, то общество по отношению к ним зло совершает? Или добро? Ну, мы уже говорили о том, что добро и зло, когда в отношении разных субъектов, это конкретные вещи. Иногда зло, иногда добро неизвестно. Надо каждый конкретный случай смотреть. Если человек себя хочет уничтожить, потому что, например, у него есть пристрастие какое-нибудь, допустим, педофила, и он хочет себя уничтожить, потому что понимает, что быть педофилом неправильно, и что такой человек недостоин жизни. Понимаешь, он хочет себя уничтожить, потому что не видит других способов с этим своим пристрастием побороться. Ну, его спасают, и что? Добро или это зло? Понимаешь, тут как бы каждый раз надо разбираться. Или какой-нибудь убийца, допустим, извращенец, опять же. Он хочет себя уничтожить, то есть в нем есть нечто человеческое. Он хочет себя уничтожить. Может быть, он уничтожит себя, потому что, я говорю, опять же, других способов он не знает, как это поступить. Он совершит, как бы, добро. Ну, не все так просто. Я говорю, каждый раз надо разбираться, добро уже конкретное, каждый раз надо разбираться. Вопрос состоит в том, что все равно человек не может совершить в отношении себя зло. Почему? Потому что в своем намерении он будет в позитиве, и осуществление своего намерения будет для него всегда пользой. Каждый раз в своем намерении он будет оставаться в позитиве. Поэтому каждый раз в своем намерении он не будет оставаться в зле, а всегда будет оставаться в добре. В отношении самого себя только. Только так. То есть в отношении другого там все сразу меняется. В отношении себя все сразу приобретает этот человек в отношении другого, может, и в добре он находится, и в зле. Там уже надо мерить намерение уже смотреть. И отсюда следует, если верить этому рассуждению, отсюда следует, что человек в отношении самого себя в никаком этическом отношении не находится. Если человек не может причинить в отношении себя никакого зла, то это означает, что на самом деле измерение добра и зла к самому человеку не относится. То есть, человек в отношении самого себя, какое бы намерение он ни имел, он постоянно всякий раз будет совершать некого рода пользу. Даже вредя себе, он в своем намерении будет находиться в пользе, потому что это было его намерение. Это намерение в этом вреде осуществилось, и это осуществление будет пользой. То есть, иначе говоря, человек в отношении самого себя всегда находится в определениях пользы и вреда, но не в отношении добра и зла. А если это так, если нет измерения добра и зла, то нет и этики. То, что этика возникает только если есть это измерение добра и зла. Этики даже, этики просто нет. То есть в отношении самого себя человек действует... Да, понятно, ты считаешь, что намерение всегда позитивное. Да, намерение всегда позитивное. Это не добро. Я не говорю, что он в добре в себе относится. Я говорю, что просто оно позитивное, это противоречит возможности осуществить зло. Зло не может в отношении себя осуществить. Значит, он, в принципе, находясь в этом позитивном намерении, он не находится в этике. А что нам эта конструкция даёт? Эта конструкция нам даёт то, что человек, находясь в одиночестве, будучи одним, например, на необитаемом острове, это не подлежит этическому измерению. То есть он вне этики находится. То есть один человек сам по себе, он вне этики. И этика возникает только тогда, когда есть две свободы, когда соотносятся два человека. То есть этика возникает только, когда возникает соотношение двух людей. А человек сам по себе, предоставлен самому себе, ответственный даже, пускай он даже ответственный за самого себя, он не находится в измерении этическом. И поэтому система Хайдигера, которая утверждает, что человек ответственный за... Ну, это может быть моя интерпретация, да, там, некоторая. Но мне так кажется, что вот у Хайдигера, как кажется, здесь этическое измерение не возникает. Это из того, что человек ответственно относится к своей жизни, да, и выстраивает свое взаимоотношение с миром и другими людьми. Вот из некоторого рода измерения вот этого собственного, да, как бы взаимоотношения с самим собой, да, вот из этого как бы вот... Это из этой субъективности никакой этики не возникает. Это точно так же, как просто наша свобода, ну, мы как-то в этом мире обустроены, и просто наша свобода в этой обустроенности как-то проявляется. Ну, я должен как-то себя, это за собой немного заботиться, да, чтобы не умереть, так, должен это там, есть что-то, спать должен, да, и прочее. То есть, вот есть некоторого рода обязанности, да, как бы, потребности, там, и нужда, там, и прочее. Что как бы просто включено в то, что так мир устроен. Вот мир как тоже вот устроен, ну, как двигатель, например, как-то устроен, он как-то работает. Чтобы он работал, должны обеспечить какие-то условия. Точно так же человек, чтобы быть просто человеком, он должен удовлетворять некоторых трудовых условий. И если это условие осуществляется, то он как бы продолжает жить. Вот и все. Здесь никакой этики нет. И этика возникает, когда возникает другой человек, когда соотносятся уже две свободы. И тогда возникает взаимное ограничение, взаимное соотношение двух свобод, и возникает все, что мы называем… Во-первых, возникает добро и зло сразу, потому что возникает возможность одной свободы отнестись к другой. Возникает возможность стремиться принести к другой свободе пользу или вред. То есть возникает добро и зло сразу. То есть когда два человека, добро и зло сразу возникает. И сразу возникает вся этика и все этическое изменение. На самом деле этот вывод очень существенный. Потому что что мы называли эгоизмом? Я вообще говорю, что так вот интуитивно понимается под эгоизмом? Это любовь к самому себе, да? Так вот, эгоизм, он вне этики находится, понимаешь? Эгоизм – это естественное состояние человека. Человек находится в эгоизме просто точно так же, как он просто должен есть, он должен продолжать свое существование, обеспечить свое существование. И, собственно, вот этот способ, каким он обеспечит свое существование, естественным образом и называется эгоизмом, ничто иное. То есть в эгоизме нет ничего предосудительного, если этот эгоизм находится просто в рамках обеспечения нашей жизнедеятельности, продолжения собственной жизни. Но эгоизм становится предосудительным, если он возникает в измерении этическом, когда я продолжаю обеспечить свою жизнь за счет других людей. То есть, понимаешь, именно когда возникает соотношение двух свобод, эгоизм становится чем-то предосудительным, то есть чем-то таким, что в этическом измерении ставится под вопрос. То есть, когда я один на необитаемом острове, и я естественным образом заботюсь о себе. И вот этот эгоизм никак не предосудительный, а как иначе-то? Как иначе-то возможно? Это просто естественный способ жизни. Естественным образом мы заботимся о себе. Но когда я с кем-то нахожусь, и я заботюсь только о себе, а другой требует моей заботы, и вот он погибает, что-то с ним случается, тогда эгоизм уже приобретает вот этот вот этический оттенок. Оттенок того, что в эгоизме есть что-то неправильное. И поэтому, когда мы говорим о неэгоистическом, то мы не имеем в виду, что вот человек на необитаемом острове вдруг решил стать неэгоистическим. Что там такое он может сделать? Ничего, конечно, он такого сделать не может. У него даже такое измерение появиться не может. То есть, неэгоистические измерения появляются только в этике, когда соотносятся два человека. То есть, когда человек один, он всегда эгоист. Что бы он ни делал, он просто всегда делает на пользу себе. Он не может еще сделать иначе. Даже вредя себе, как я говорил, он все равно в своем намерение позитивно, все равно стремится осуществить свое намерение. А когда возникает два человека, то на самом деле, помимо эгоизма, возникает и неэгоистическая, потому что есть другая свобода. Возникают границы моего эгоизма. Точно так же, если вдуматься, что такое эгоизм, эгоизм на самом деле есть субъективность, но только рассмотренная со стороны этики. То есть, наша субъективность, мы замкнуты на некой сфере субъективности, и эту сферу можно рассматривать на уровне теоретической философии, а можно на уровне практической философии. Теоретическая философия – это метафизика, а практическая философия – это этика. Так вот, на уровне теоретической философии мы говорим, что на самом деле мы всегда присутствуем в некоторого рода своем Мы все интерпретируем, мы все воспринимаем через призму нашего опыта, через призму наших знаний. Мы всегда находимся в некой тождественности. Все, что мы воспринимаем, все приобретает, входит в нас со стороны того, как мы видим, как мы субъективно что-то воспринимаем, как мы субъективно что-то понимаем. А вот со стороны этической, эта проблема того, что мы всегда находимся в своей тождественности, в соотношении с самим собой, она возникает со стороны понимания того, что мы всегда устремлены и понимаем все, исходя из самого себя. И даже когда мы пытаемся другому помочь, то мы все равно, как бы хотим этого или не хотим, мы всегда выстраиваем некую цепочку, в котором в нашем понимании проявляется наш эгоизм. То, что все разумное для нас выстроено, исходя из нашего вписанности в мир. То есть разумным является для нас то, в котором мы сами себя это выставляем, как существо разумное. А вот не эгоистическое измерение, оно возникает, когда человек понимает на самом деле, что он не один, что его свобода, его мир, это не нечто изолированное и существующее только для него. А когда возникает представление о том, что есть другой точно такой же мир, другой такой же человек, и когда возникает проблема, каким образом одно сознание может соотноситься с другим. Проблема интерсубъективности. Вот тогда возникает проблема неэгоистического. И вся этика, собственно. И поэтому получается, что вот этика, она существенным образом связана с проблемой неэгоистической, как у нас и получалось. А вот еще тут важная проблема, связанная с эгоизмом. Дело в том, что эгоизм нельзя отрицать, считать, что эгоизм – это нечто ненормальное, еще и по другим основаниям. Вот если мы возьмем Евангелие, то там ведь написано «возлюби другого, возлюби ближнего своего, как самого себя». Если человек не любит самого себя… Тут надо по-другому стать вопросом. А может ли человек не любить самого себя? Да, ну мы уже выяснили, что вроде бы не может он самого себя не любить. Но есть различные степени любви к самому себе. Один человек любит самого себя и заставляет, утруждает себя в зарядке, утруждает себя в трудах, утруждает себя в каких-то занятиях, семинариях. Способ, а понимание любви себя. Ну, можно сказать, понимание любви себя. По этому поводу Ницше иронизировал, что «моя любовь по отношению к тебе ближней была бы для тебя тиранией». То есть, на самом деле, он так ответственно и так требовательно подходил к самому себе, что он как бы так себя любил, что другому человеку, на которого бы Ницше обрушил свою любовь, по отношению к другому человеку, это был бы просто тиранией. Или, допустим, я тоже замечал, что, особенно когда я был молодой, у меня была самодисциплина очень высокого уровня. Как бы я вообще там, ну, можно сказать, себя немножко загонял. И если вот эту любовь к самому себе, как я понимал, переносить на другого человека, то, я думаю, другому человеку бы не поздоровилось. То есть, в этом понимании любви к самому себе присутствует некоторая, как бы сказать, каждый из нас, лучше так сказать, каждый из нас любовь по отношению, каждый из нас себя любит, но понимает эту любовь по-разному. Один, допустим, считает, что нежиться на передней, долго утром возиться, не вставать с постели, кушать на ночь, придаваться всякого рода нездоровым занятиям, курить, пить и прочее, по ночам куролесить, заниматься всяким таким непосредством. Другой, допустим, считает, что это вроде как любить самого себя. А другой, допустим, считает, что аскетизм, научные занятия, отсутствие вредных привычек, физкультура и спорт и прочее, что вот это, наоборот, является любовью к самому себе. То есть, здесь вот есть некоторого рода наша свобода, которая может реализоваться так или иначе. Но, вот представьте себе, вот такой извращенный человек, который считает, что любить себя – это лениться всяческих способов. А как он будет другого любить? Он будет считать, что надо предоставить этому другому вот эту возможность полениться. Вот такая любовь у него в другом. То есть, если он видит, что другой, допустим, ленится и ничего не делает, он будет считать, что вот он типа там. А напротив, другой человек, который себя там дрессирует. Да, другой человек будет считать, ну как так лениться, надо наоборот, самосовершенствоваться, надо чем-то заниматься, надо, в общем, быть активным, а не лениться. То есть, вот здесь вот в понимании христианской, да, вот любовь к самому себе и любовь к ближнему, если его брать в своей конкретности, то вот возникает немного странное впечатление. Потому что, если человек любит себя неправильно, то и другого он тогда будет любить так же неправильно. В главном-то будут совпадения все-таки. Нет, просто послушай, послушай, тут вопрос в чем состоит? Что поэтому это требование, возлюбить ближнего своего как самого себя, если брать его в своей простоте, да, оно на самом деле неверно. Потому что, как бы, мы любим себя по-разному. То есть, оно звучит даже, можно сказать, каламбурно звучит, да, возлюбив ближнюю как самого себя. А на самом деле смысл у него в другом состоит. Смысл состоит в том, вот теперь, если мы возвращаемся к нашему, да, определению, что человек не может принести себе зло, то есть, человек не может себя не любить. И даже если он себе, как я говорил, ненавидит, то он все равно любит того, кто ненавидит. То есть, в любом случае, всегда он находится в некотором роде позитиве. И речь ведь идет о том, что если мы всегда себя любим, в каком бы модусе мы не выступали, в модусе там позитивном, да, или в модусе отрицающем. В любом случае, мы относимся к себе, мы, как бы, относимся к себе позитивно. То есть, когда мы, то есть, у нас, в общем, это требование возлюбить ближнего, оно утверждает о том, что этого ближнего нужно полюбить в позитиве. Вот в том самом позитиве, как мы говорили, что воля наша всегда позитивна. То есть, любовь наша к ближнему должна быть активной любовью, позитивной любовью. То есть, вот это вот той самой действенной любовью. Не, знаешь, волкнет возражать, я немножко по-другому это понимаю. Как бы, есть такая фраза, как в главном единстве, в тростепенном разногласе, во всем любовь. Вот если эту фразу перевернуть, как бы, и поставить в контекст, что значит любить другого, как самого себя, то есть, когда появляется некая внутренняя логика. То есть, когда каждый любит другого, как самого себя, он, как бы... Ну, надо же задаться вопросом, что значит любить, да, вот. Это же тоже можно по-разному интерпретировать. Это же не значит буквально переносить себя на другого. Любовь, наверное, на что-то другое. Вот. И вот если вот в той интерпретации, которую я даю, что любить, это когда вот в главном единстве, в тростепенном разногласе во всем любовь, тогда не нужно этого переноса делать буквально. И, в общем-то, понятно, что ближнему нужна еда, как и тебе ему нужно. Валя, ты пытаешься скатываться в быту. Вот я тебе простой пример назову, допустим, из своего личного опыта. Я считаю, я считал, и сейчас даже во многом считаю, что когда ко мне пристают другие люди, то, что мне это не нравится. И поскольку это мне не нравится, да, когда вот ко мне другие люди приходят, что-то пристают, пытаются со мной заговорить и прочее, я думаю, что и другому точно так же это не нравится. И поскольку я люблю, чтобы меня никто не тревожил, и я жил бы как бы в одиночестве, там, спокойно, там, где-то в своем мире, я точно так же думаю, что и другой точно так же хочет жить в своем мире, да, чтобы к нему никто не приставал. И значит, что я делаю? Я оставляю это другое по самому себе. Я говорю, что пусть он живет в своем мире, как угодно, а я буду жить в своем мире. Я не буду ему помогать ничего делать, потому что всякая моя помощь и мое деяние, оно будет вторжением в его мир. Я буду считать, что, поскольку я считаю, что мой мир должен быть огорожен от таких вторжений, и даже если мне плохо, даже если я нуждаюсь в помощи, то все равно я хочу остаться в своем мире в одиночестве. То есть я буду думать, что и другой должен также остаться в одиночестве, и он хочет этого. Из этого что было бы следовало, если бы я говорил, что возлюби ближнюю, как самого себя? Я себя люблю в одиночестве. Я буду думать, что возлюбить ближнюю для меня означает ничего в отношении к нему не делать. Но это укладывается, укладывается. Это же ты говоришь о второстепенном. Я же сказал, в главном единстве. Еще раз говорю. Главное-то это же не это. Смотри, я могу понять на самом деле, что хочет ближний, если говорить абстрактно. Вот сейчас я говорю об абстрактности этого понимания. Я могу понять только исходя из своей субъективности. И исходя из того, что я хочу для себя. Вот я хочу для себя определенное, нечто определенное. Я думаю, что и другой точно так же этого хотел бы. Потому что я могу только спроектировать некое свое понимание правильности, свое понимание желаемости на другого человека. А почему у тебя любовь к другому свелась к тому, чтобы заставить его жить, как ты? Что это за любовь? Да не заставить жить, как ты. Я считаю, что как приятно и хорошо жить в одиночестве. Я считаю, что и другой человек, поскольку я понимаю это как лично для себя... Но там же есть библия и расшифровка этого места, что просто не делай другому, чего не хочешь. Там он спрашивает, что значит любить ближнего, как самого себя. Он говорит, не делай другому, чего не хочешь себе. Ну то есть, опять же, не делай. То есть, это значит, ничего не делай вообще. Это как раз то, что именно сейчас ты же это подтверждал своим рассказом. Ты хочешь остаться в своем мире. И ты других не тормашиваешь по этому поводу. Нет, еще раз, я так... Это и есть любовь. Я понимаю. Я просто пытаюсь привести к тому, что я высказал. Я так сказал, что это, как мне кажется, да, вот это вот высказывание «люби ближнюю», как самому себя, указывает не на то, на самом деле, что ты должен на ближнего спроектировать некое свое собственное понимание того, как должно быть. Некое свое собственное субъективное. То есть, я считаю, я люблю себя определенным способом, я должен и другого поместить в эти же рамки того, как я себя люблю. Я люблю себя, в смысле того, что люблю жить уединенно, я и другого помещаю, и говорю, что он, наверное, тоже хочет жить уединенно. Нет, что это не так. Так, подожди, подожди. Так вот, я утверждаю, на самом деле, что ты же как бы не слушаешь, что я хочу сказать. Я же изначально отрицаю, что я говорил о том, что вот это неправильное понимание, а правильное понимание. Ну да, да, да. Ну сколько уже вот ты как бы высказать-то мне дашь, что правильно понимание состоит? Что в активности правильное понимание состоит не в том, на самом деле, что я просто пассивно как бы переношу на другого человека некое абстрактное свое понимание, в чем состоит любовь к самому себе. А я должен в активность, любовь перенести в активном модусе. Не в модусе, это просто пассивного перенесения. Понимаешь? А в активном модусе. А активный модус состоит в том, что я должен любить ближнего не так, как себя. То есть, потому что, точнее, наоборот, точнее, я люблю себя всегда тоже в активном модусе. Потому что именно моя воля состоит в том, как я себя люблю. То есть, я могу себя любить в своей лености, понимаешь? И считать, что и другой ленится, и это хорошо. Понимаешь? в этом проявляется моя любовь к нему, что он ленится. Но вопрос состоит в том, что я-то ведь люблю того, кто ленится, то есть моя любовь позитивна, как моя воля, лениться. Есть некая воля лениться, потому что у меня есть всегда свобода. Даже когда я ленюсь, то в этом все равно присутствует воля и решение лениться. Поэтому любовь к другому должна быть в этом модусе позитивности. То есть, когда мы говорили, что человек не может в отношении себя совершить зло, почему? Потому что он постоянно находится в модусе позитивности, потому что всякая его воля, она всегда есть нечто позитивное. Так вот, надо любить другого вот в этом понимании модуса, в модусе позитивности. Правильно, если ты любишь другого, ты не можешь совершить по отношению к нему зла тоже. Да. Модусе позитивности, потому что в модусе позитивности, когда ты находишься, ты никогда не можешь, ну если вот мы как говорим, я нахожусь в модусе позитивности, то есть в отношении самого себя моя воля всегда позитивна. какого содержания бы эта воля не была. А что, мы высказали? Что? Нет. А, ну как не совершать зла? Да мы на самом деле пока блуждаем между тем, как взаимоотносится человек сам с собой и как человек взаимоотносится с другим. Нам, Яков, предлагается, что человек должен любить другого, как он любит себя. Понимаешь, иначе говоря, аскет, допустим, он любит себя тем способом, что умиршляет свое тело. А как он другого должен любить? Пойти и умиршлять его тело, что ли? Что? Понимаешь, тут если переносить это просто симметрично, буквально, то тут получается какой-то маразм. То есть лентяй будет считать, что надо желать, чтобы другой тоже ленился. Спортсмен будет считать, что надо, чтобы тот усиленно спортом занимался, аскет, чтобы усиленно умиршлял тело. И каждый раз получится странно. Понимаешь, вот Володька же правильно сказал, что есть же совесть. И лентяй, который ленится, все-таки совесть ему говорит, что он лентяй. Ну это ладно, про совесть пока. Так вот вопрос ставится о том, о чем же идет речь. И речь идет не о содержании нашей любви. Не о содержании. Когда мы каждый раз будем говорить о том, в чем состоит любовь. Любовь состоит в занятии спортом, есть некое содержание в жизни. Или в аскетизме, или в Ленине, в Лености. Это все содержание. А вопрос ставится о том, что в отношении себя мы всегда позитивны, и надо любить другого, точно так же находиться в отношении к нему в позитивной воле. То есть, как бы в доброй воле. То есть, наша воля должна быть добра. Но мы в отношении себя, не знаю, можем ли, в отношении себя у нас воля всегда позитивна. Можно ли сказать, что в отношении себя наша воля всегда находится в добре? Мы в отношении себя не можем совершить зло. Но если мы не можем совершить зло, вообще говоря, определение добра, тогда здесь неприемлемо. Потому что добро и зло, они как бы, эти понятия существуют только одновременно. Если как бы одного нет понятия, то и другого сразу нет. Зло, именно потому, на самом деле, когда мы говорим о сущем добре, там возникает проблематика. Почему? А что тогда такое зло? Зло, как отсутствие добра, это софизм, на самом деле. Как недостаток добра. Если считать, что зло – это недостаток добра, это софизм. Потому что мы тогда просто объединяем, точнее, отождествляем термин «добро» и «бытие». А всякого рода отождествление, оно просто нивелирует смысл. Мы просто какой-то смысл теряем. Зачем тогда два слова? Почему есть «добро» и «бытие», а не одно слово? Вообще говоря, древние были склонны объединять добро, «бытие» и «красоту». Все эти три термина одновременно отождествляли. А развитие философии приводит к тому, что постепенно всякого рода отождествления растождествляются. И каждому отдельному термину придается свой смысл. В этом и состоит прогресс в философии, если вообще можно говорить об агрессии. То есть, например, то, что древние говорили, что «все есть там вода» или «все есть бытие», и в этом состоялась вся философия. Если брать современную философию, то много еще чего сказано помимо этого. О развитии философии, а не прогресс. Ну, о развитии философии, да. Сказано о сущности, сказано об идеях, да, там. Потому что «бытие» — это только одна из идей. И так далее. То есть, много что еще появились, какие различия, да, которые существенны для того, чтобы вообще, как бы, о философстве. Ну да, в общем-то, дать злу, как бы, сделать зло содержательным, конечно. А то и зло может быть. Это лучше, чем вот сказать, что зло — это недостаток добра. Это как бы меньше высказано. Зло, да, ну, содержательность зла, да, она как некая рода характеристика воли. То есть, вот у нас есть воля. И наша воля, она имеет две характеристики — добро и зло. Добрая воля и злая воля, лучше так говорить, да. И эта характеристика зависит от того, что мы намериваемся. То есть, воля, собственно, ведь и состоит в том, чтобы что-то желать, что-то намериваться сделать. И вот это вот наше намерение, оно может быть либо добрым, либо злым. Но там вот столько... Но, но, но это в этическом, только, опять же, надо каждый раз и говорить, это в этическом измерении. Потому что не в этическом измерении, а в отношении неудошевленных предметов, техники и прочее. Там как бы тоже есть свобода, тоже есть намерение, но там оно не в категории добра и зла характеризуется. Просто там, когда вот говорится, что зло — это недостаток добра, имелось в виду, что зло несущее, не существует как бы само в этом смысле. Но проблема, ну, правильно, потому что если мы... А речь не о содержании, то есть, как бы, речь несла о том, что нельзя злу предать какое-то содержание. Мне так кажется. Смотри, Валер, когда мы отождествляем добро и бытие, естественным образом зло, поскольку зло — противоположное понятие по отношению к добру, становится небытием. Ну, логика просто такова. Поскольку небытия нет, да? Поскольку небытие может единственным способом быть, как некое отсутствие или недостаток добра, то есть, или бытия. Вот и всё. Вот вся логика. Простая логика, каким образом зло превратилось в недостаток блага, недостаток бытия. То есть, бытие понимается как некого рода иерархия, как бы, да, есть некое центральное там бытие, там, не центр, лучше говорить, бытие, да, наиболее концентрированное, а есть, как бы, периферия, где, там, по мере отдаления от центра, она, как бы, умаляется. Я не имел в виду, что, когда говорят, что зло — это недостаток добра, это не в этическом плане говорится. Вообще говоря, если мыслить сущее добро, в этом есть некого рода правотилосмысленность. Хотя, конечно, религиозное сознание иначе мыслить не может. Потому что Бога можно мыслить только как сущее благо, никак по-другому мыслить его нельзя. И поэтому для религиозного сознания, конечно же, есть сущее благо. Но надо понимать, на самом деле, что сущее благо или сущее добро, и добро в смысле характеристика воли — это разное добро. Нельзя их отождествовать. Ну, ты в этическом плане говоришь. Этика добра — это понятно. Не добро, как это… Смысл у них разный. Да, не в сущностном смысле, а в смысле этики. Конечно, между ними есть пересечение, потому что вся та польза, о которой мы говорим, да, которая существует в мире, она же ведь с точки зрения сущего блага, она понимается тоже как благо, да. То есть вот есть некое сущее благо, вершиной которого представляет собой Бог. И как бы и в мире как бы рассеяно тоже благо, да, в виде вот пользы. И мир как бы такой становится странный, это… Потому что всё как бы сконцентрировано вокруг человека. Потому что вот то, что корова даёт молоко, это такое благо сущее, как будто бы вот мир специально был приспособлен для того, чтобы корова давала для человека молоко. Потому что вот что существует воздух, специально было создано, чтобы человек мог дышать, глаза чтобы видеть и прочее. Вот такой антропоцентризм возникает, да, связанный с тем, что человек… Всё как будто бы в этом мире сделано специально для человека и подогнано под него, да, там… Но мы понимаем, что если мы трезвыми глазами на мир смотрим, то такого антропоцентризма нет. Да, что мир не так устроен. Давайте подготовим за hill. Все всё, со всех дней живет особо и не понимаем, что дв telefon. И так, конечно, это你看 какой-то. Продолжение следует...